Вот Никита ходил туда, придерживал, хотя это не его работа. А там овечек выгоняют. Исааки. На велосипеде едет. Исааки ждет основных. Основной табун. А Степа тех выгнал там придерживает. Вот он. Все предели. Они вместе с коровами. Коровы очень агрессивные бывают. Давят буквально овечек. Рогом подденет и все друг друга сколько раз пропарывали. Коровы пасутся друг от друга на расстоянии. Подошел подправить. Исааки овечек выгнал и ждет. Никита тут ходит с палкой, со своим таркалом. И вот и основная масса идет. Куда пошли. Ерема, смотри, куда пошли они. Василиса провожает Ерему, как на войну. Козлу. Собака должна быть на привязке. Это не волки. Никаких волков тут нет. Ну-ка. Куда. Эш. Ну что. Доброе утро. Давайте. Вот поворот. Ну алабай. Паси. За деревню выпроваживают. За деревню выпровоживают. За деревню выпровоживают. Собака. Собака. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И когда хотят показать, что у человека неровная линия где-то, как бык, говорит, поссал Доброе утро! Доброе утро! проводили пошли домой с алабаем у них школа василиса на учебу коров проводили писать и здесь вот она где тополя последние обязаны проводить пастуха мы все не трогай больше пускай идут мы тут сейчас тобой постоим побеседуем так никита пускай они идут лишь бы не на поля пошли ты сейчас с левой стороны вот здесь зайди в случае чего подвернуть их пускай они идут еще ничего они идут нормально гнать не надо зря с ними займи не бегай до гречихи далеко вот здесь можно пройти по дорожке пойдем я с тобой побеседую но скажи ты сегодня четвертый день тебе сегодня уже больше известно чем первый то день больше конечно ну и какие у тебя главное недостатки были как ты думаешь от все с расстояния уже четвертого дня первый день счеты не так делал да только один недостаток что оставил их там без присмотра за куртка вернулся они сразу на поле пошли или успела прогнать оттуда их вот там дальше вы уже убрали поле чем пшеницы и ты на поле запустил я не запустил они сами пошли туда ну ты они зашли прямо на пшеницу то ну зашли да ну да все то они сами зашли все бы так было штрафовать тебя надо и все это раньше эти полгода работать надо было ты не знал что я тебе сказал смотри чтоб нигде на пшеницу не заходили говорил смотрел конечно я проверил там лог глубокий думаю они пройдут это они нашли там лазейку но думал это плохо думал если бык лучше тебя оказался умнее ну а теперь ты уже знаешь да да конечно надо крестность исследовать по часам точно во сколько вы гоняете то 8 обед часу до 3 и вечером до 7 так но есть такие коровы которые везде она первая идет походная вон там какая-то пошла не она ну да бывает часто то белая большая на придет вечно куда хочет бреди отсюда вот тогда я тут все остановились то есть чего сейчас можно приостановить будет пока не трогать пши это гречишное поле то в стороне вон там ну и чем ты занимаешься в течение дня то пасу кровь и овец баранов пасу то сейчас ты их выгонишь они на поле растянулись и еще дальше пока их до поля то добедешь так они там еще 15 раз растянутся до поля а ну-ка если это все по ты можешь их завернуть влево вправо туда да ну туда повернуть чтобы они не шли туда на лагерь повернуть так давай ну-ка сбегай смотри как умеет он это внуки пастуха он как правильно бежит он заворачивать вперед а не то что на ней ну-ка это подпас так называется он большую роль играет он может коров домой и гнать он может сзади подгонять а ты впереди и придерживай их вон как они на него уставились что такое чудо откуда-то на корову то-то походная атаман белая вот он и он сейчас его торнет на лагерь я ему сказал они остановились они бы шли и шли сейчас но он остановил их вот и не глядишь он маленький все поворачивает так у тебя с собой какая-то я вижу сумка еще у тебя там сумки то попить там перекусить лепешка пол лепешки ну и тут новый завет собой есть там еще что-то а никакой электроники не берешь телефон мобильный с собой есть то больше еще нет ничего нету вот лишний раз вот он поворачивает сейчас все они уже остановились теперь они будут завтракать поезд знаешь где знаю второй мостик который туда гонял там нормально нормально немножко не там конечно так копытят его но копытят это ничего но главное что теперь за пруда за пруда все там прорва то не ты же прорву то видел какая она метров 8 была шириной если не больше ну не жалеешь что тебя отпустила пасти нет вот так я даже эти не думал пойти пасти вместо тебя потому что от тебя может пользы больше будет на огороде то я полуживой возвращаюсь никак не ожидал нынче такая беда ни один ни одного года не было так чтобы все лето шли дожди 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 и саду раз все засохло земля потрескалась как в пустыне я навел остановлюсь и стою и в землю не могут пройти никак качаю качаю вот так вот мы стоим рядом бык стёпа подошел ли он там и стоит настоящий пастух завернул овечки где так часто мимо пойдешь ему что-то дай лепешки там или счета сейчас я тебя покинул ну и как у тебя настроение хорошая хорошая да хорошая тебе нравится да а как ты смотришь на то что допустим и 10 октября уезжаем они пастут намного дольше они просят чтобы ты остался попас попастом допустим до ноября еще две три недели допустим ну это можно где буду жить и что тут как вот надо все и обдумать где можешь в своем доме жить постель туда взять и все но электричество за это время надо провести чтобы тебя свет был ты мог заниматься а в темноте тебе неудобно с лампой сидеть или в лагере в лагере в лагере может холодновато покажется нет но если на кухне спать то ну надо тебе заранее тут приедет а роман напилить дрова что у тебя дрова были то и не к людям же идти лишь как они все утром разберлись приостановил их он это опять побежал туда видимо дальше они пошли работает быки каждое утро силу пробует кто кого по моему этот бык ну добыть и а вон что он на вещах приостановил молоде вида что там он бегает все богом богом давай насчет впечатления твои после первого дня и сегодняшняя разница первые дня два дня мне как бы ну как будто господь дал легко они идут все кучно куда хочу туда их привел а потом началось они начали сразу то не сбредается и бегаешь бегаешь раньше за полчаса доходил теперь за час 20 туда доведу только их они на основное пастбище ну конечно во первых не не коня нету не собаки не пастуха второго и ты один носишься вот так по этим по травам по ярам этим всем вы не хочешь шариком взять с собой то могу взять если он не убежит никуда только только не отпускать его на веревочке на веревочке ну конечно ты видел как сейчас алабай это он убежит обязательно вон никуда коров оба это обучены не обучены ну понимаю не то что обучены лишь коровы разберлись пусть ходят постепенно туда подвигая подвигай не подвигай только к нашему вот этим и к лагерному нигде близко чтобы не было с той стороны где у нас пирс туда даже не загоняй не допускай тут работать надо там травы много хорошие тут не обязательно пасти их там где он теперь убрали сено косили называется оттава свежая трава ну все тогда ладно да подавать с богом вот у нас отец тихон дмитрий шелапкин он 40 лет 39 лет здесь я и год со своей корой возился природный пастух и отец у него пастух и мы все пастухи поэтому для нас это было не то что там любимое или как ну просто нормально для нас настроение не менялось за стол мы садились и пошли пасти это мы купались и свои развлечения были плели разные из камышей фигуры то шляпу то мордушку пытались сделать все с исааки этим со стёпой встретились вот она мы что-то ему сказал ты высота дай приваживаю стёпа фурашку с ним это означает молиться будет вот видишь как все дал ему лепешки она знаете вкусно на поле то особо погнал погонит их далеко сейчас я даже могу показать и куда он погонит и он погонит их вот это новозоринский околок называется не колок а околок и где мы нынче второй мостик запрудили он потуда погонит а там на поле было много копен а сейчас их сдвинули в большие скерды вон они какие скерды у них везде продавать будут а так лагерю подгоняет мимо нашего лагеря лагеря это название за местностью сохранилась стёпа идет забрел в крапиву задом шел смотрел бегом стёпа бегом 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 сюда бегом а то мне выходить надо а что у тебя в руке белое такое а то тебе подарок дал такой вот ты заработал уже с утра хорошая лепешка это дядя володя пищет вкусная да ну конечно она вкусная ему вот так ну ладно домой с богом я сейчас пойду тоже картошку мучить бог благослови никиту